В Люберцах появился еще один палисадик. Детское учреждение на 75 мест расположено на Некрасовском проезде. Оно разгрузит очередь в ясельные группы в микрорайоне «Самолет». С воспитанниками и сотрудниками мини-садика познакомились мои коллеги. Где у вас эти ушки? Вот? Да, покажи. Игры, завтрак, обед, сон и прогулка по расписанию. Единственное, чем палисадик отличается от детского сада, здесь нет образовательной программы. Воспитатели дарят малышам только заботу, внимание и любовь. Мы начали совсем недавно работать здесь, принимать деток, вот таких маленьких, крошечных. Детки очень интересные, послушные, совсем не плачут у нас. В новом учреждении три группы. В каждой по 25 детей в возрасте от полутора до трех лет. Палисадик работает с 7 утра до 7 вечера, но на весь день остаются пока не все малыши. Адаптация проходит для детей по два часа. То есть деток приводят утром, мамы оставляют. Но мамы, конечно, очень нервничают. Все равно все находятся рядом, в шаговой доступности. Все ждут, как, что. Но детки, в принципе, уже адаптированы. Они начали ходить у нас с понедельника. И, в принципе, уже практически без слез. Это уже второй мини-филиал детского сада «Самолетик» в этом районе. У дошкольного образовательного учреждения два основных корпуса и еще один палисадик на улице Озерная. С таким важным событием жителей округа поздравил Владимир Ружицкий. Я хотел бы сегодня родителям пожелать, чтобы они каким-то образом были спокойны за детей. Сегодня коллективу детского садика Светланы Викторовны здесь, я думаю, что вы успешно справитесь с этими дополнительными задачами. Ну, а, ребята, я вам пожелаю, чтобы вы не болели. Не будете болеть? Нет! Нет, все говорят. Палисадики в густонаселенных районах открывают по поручению губернатора Московской области. В этом году в городском округе Люберцы появится еще один мини-сад на базе инженерно-технологического лицея. Уиза и Гязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.